Все, Оля? Нет, я хотела. Я, наверное, напишу, Лёсе, да, как мне он опять написал? Ну, хорошо? Это обязательно. Смотрите, вот очень нехорошо будет, если никто не решит участвовать. Хоть какой-нибудь выйдете, просто все постойте, кто-нибудь там поет что-нибудь. Не обязательно много, там, на самом деле, очень много желающих всегда показать свой талант. Поэтому вообще неважно, в каком это виде будет, потому что там в разном виде выступали, серьезно. И не обязательно уметь петь, и танцевать не обязательно, чтобы выступать. Можно даже в фонограммы выйти и спеть что-нибудь. Не хорошо, потому что, ну, как вам объяснить, просто как бы вы же вроде как бесплатно учитесь, для вас столько разных мероприятий, выпускной должен быть хорошим. Поэтому, ну, как бы... Проявить уважение. Да, с точки зрения корейского общества восточного, главное не потерять свое лицо. Вот если вы ничего не потеряете, не потеряете свое лицо в каком-то... Это нехорошо, с точки зрения Кореи. Ну, в принципе, конечно, ничего страшного, но поэтому... Мы просто будем, значит, активистов. Хотя бы... Вообще, в принципе, от каждой группы по номеру должно быть, да. То есть от 1-1-1? Да, хотя бы желательно, да. Ну, то есть, еще раз, это не обязательно, чтобы что-то было в фантастическом виде. Можно даже какой-нибудь стишок рассказать, еще песенку петь. С фонограммой, без фонограммы. С фонограммы. Что? Что у вас? Что у вас? Сюда и отдыхать. Да, я отдыхаю. Что? Нет, на самом деле там в прошлом году на закрытии девочки из консерватории учатся. Они пели оперу на корейском языке. Вот. Некоторые прямо играют на каком-нибудь живом инструменте, что-то поют. А есть те, которые просто танцуют кейпоп, поют какую-нибудь песню по фонограмму тоже. Вот. Но на самом деле вот это было очень часто не очень хорошо, потому что то, что хорошо смотрится со сцены, это при сценическом свете и все остальное, не так хорошо смотрится, когда прямо перед тобой. Вот. А сейчас в доме кино, так что там больше возможностей. Да. Но тоже смотрите, там сцена большая. Лучше хотя бы, чтобы несколько было. Сделали все? Да. Давайте первое, кто хочет. Давайте. Все уйо сейчас запишем это отдыхать. Ага. Он эль до ну ни уайо. Ага. Он эль до ну ни уайо. Ага. Сегодня идет снег. Сегодня тоже идет снег. Дота вы переводите. Нет, не идет. Дальше второе. Кто хочет? Давайте. Не хотите? Давайте. Он эль до. Он эль до. Он эль до. Он эль до. Там не он эль то, а он эль до, потому что рыль саморная. Помните, после нее звонки становятся глухи. Он эль до. Он эль до ну нальси га. Он эль до ну найьо. Эль до ну нальси Га джу айо. Нальси га джу а йо. Он эль до ну чё наSpe as du ε. Угу. Он эль до ну нальси га напо йо. Угу. Угу. Третья, а вы четвертая, хорошо? Он иду в Хайп Кюэр Анкайл. Сегодня тоже идешь в школу? Нет, сегодня я иду в школу, иду на фирму. Да, иду на работу, можно сказать, в свою фирму. Вот, и в четвертом у нас будет слово «сюда» — «отдыхать». В неофициально вежливом стиле форма «сёю». «Сюда сёю». И четвертый у нас, вы хотите, да? Давайте. «Чебесо». Что сказали? Ага. А дальше? «Конбу анхею». Только мы вот так делим. «Конбу анхею». Потому что «ан» — оно как бы к глаголу относится, поэтому я не поняла. «Конбу анхею». «Шви ойо». Да. «Уи» у нас, конечно же, темное гласное, потому что там «у» присутствует, поэтому к ней гласное «о» добавляется. «Шви ойо». Понятно? Тогда рабочая тетрадка. Страница 91. Сначала «скорико». 91. «Кущи», «Биль», «Пэйджи», «Осэё». В самом деле, у них есть своё слово для страниц. «Чок», но они всё равно говорят «пэйджи». Достали? Куда вы выбираетесь? Достали все? Давайте сначала, Ян. Первое упражнение. Здесь вы тренируете «корико». Вы знаете, что сейчас модно вместо «о» просносить «у», поэтому для меня слышали «корико». Они вот так говорят. Это как раз вот это «корико». Но модно вместо «о», «у». Хотя они и без того были всегда похожи. Давай, Ян. Без примеров. Хаккёйсо моё. Да, Хаккёйсо моё. Хаккёйсо моё. Так. Чиргуры. Манайо. 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 Курико. Учу. Учу. Конбу хэйо. Конбу хэйо. О, смотрите, а губинок. Конбу хэйо. Я учу. Второе. Кёшире. Кёшире. Нога иссоё. Кто есть в аудитории. Сонсеними. Иссоё. Киригу. Хаксэни. Иссоё. Киригу. Или можно было сказать. Киригу. Хаксэнь. До. Иссоё. Так. В аудитории есть учитель и есть студент. Да. Всё, что есть. Всё, что есть. Моё главное в аудитории есть. Третье. Третье предложение. Аджимэ. 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 Аджим. Аджимэ. 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 Утром. Это просто аджимэль моктаре, говорят завтракать. Это словно аджимщик сэриль, когда есть утром еду. Но они говорят аджимэль моктаре. Ходхон. Ходхон. Моль. Могой. А чем это утро? Ходхон это обычно. Что вы обычно кушаете? Я думаю обычно кушаете утром. Да, едите на завтрак. На самом деле, если вы посмотрите на слово есть и кушать, то кушать будет иметь стилистическую окраску. Обычно говорят про детей. Вот если вы чисто с лингвистической точки посмотрите. Поэтому, когда мы говорим про себя кушать, это неправильно, хотя большинство людей так и говорит. Могойо, между гласными. Могойо, или крего уюры, или мащойо, можете без до, а можете из до. Просто означает то же, что вы едите на завтрак, хлеб и молоко. Четвертое. Потрясающая картинка, еще что-то делал. Рыль. Нет. Смотрел. Куа. Куа. Куасой. Помните, тибирель по, да? Тибирель куасойо. Перевод. Что вы вчера делали? Читал книгу и смотрел телевизор. Хорошо. Второе. Можно я заметил? Да. То есть, если будешь произносить киригу, то это не будет ошибкой. Как? Киригу. О. Не стало. Ну, как вам сказать, ошибка, не ошибка. Так, вообще, О в корейском языке с У похоже. Поэтому иногда это, на самом деле, они О произносят, а не У. Но если вы спите...